Первое приключение лета Фестивальный всегда имел такие масштабы. Начиналось все с любительских вечеров авторской песни. Сейчас же это один из самых крупных эйров, где играет рок, джаз, акустика, электроника и другая хорошая музыка. Гости многофеста не только местные жители. На фестиваль насладиться музыкой и прочувствовать атмосферу едут из разных городов России. Алексей Федоров из Воронежа впервые оказался здесь и уже обзавелся новыми знакомыми. Он как-то случайно узнал, что здесь фестиваль. Посмотрел состав исполнителей, послушал. Сейчас все в интернете есть, решил съездить посмотреть. Я только приехал, я бы хотел сейчас расположиться и слушать музыку. Сейчас заряжается аккумулятор, может быть, буду фотографировать, снимать. Самое важное после музыки – это, конечно же, кухня. С ней здесь проблем нет. Ольга Волкова уже 12 лет подряд приходит на фестиваль, чтобы никто не остался голодным. Как аппетит у фестиваля? Отличный. Сон не предпочитают. Все любят борщ и плов. Если у вас есть дети, можете смело брать их с собой. Малышам точно скучать не придется. Для них здесь обустроены детские площадки, игры и аквагрим. Много желающих, да. Много детей, много желающих. Кого хотят превратиться? Ну, вообще, больше всего хотят, почему-то в этот раз в лисичек превратиться. Еще хотят себе татуировку из «Игры престолов». Оказывается, здесь очень много, что есть для детей. Строят площадки детские. Вот мы шахматы играем. Музыка позитивная. На фестивале в этом году больше тысячи человек. Палаточный лагерь раскинулся на сотни метров. Песни под гитару были слышны отовсюду. Свобода – ключевое слово фестиваля. Анастасия Горелова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.